Всем привет, мои хорошие! В этом видео у нас речь пойдет о ценах на продукты в Бельгии. Знаете, у меня уже есть такое видео, но оно датирует аж с 2016 года, поэтому, я думаю, настало время обновить материал. Буду с вами честен, в 2019 году у меня была попытка, я отснял весь материал, но я долго не монтировал, и, на мой взгляд, материал стал нерелевантен, а.к.а. устарел. Поэтому я собрался с новыми силами, отснялся с весь материал, и я надеюсь, вы оцените. Если вам не трудно, поставьте лайк, напишите комментарий, потому что это все занимает много времени, и не все так легко. На мой взгляд, это видео будет интересно всем тем, кто планирует переехать в Бельгию, да и не только в Бельгию, но и в любую другую европейскую страну, потому что цены плюс-минус везде одинаковые. Будет интересно и всем тем, кто просто интересуется, как люди живут за границей, и поможет вам парировать аргумент, типа, вот, у них зарплаты высокие, но у них там все очень дорого, а у нас все очень дешево, да, это в основном касается стран СНГ. Потому что, если вы сравните цены на продукты, то вы заметите, что разница не такая большая. Но если вы сравните минимальные зарплаты, пенсии, то здесь разница будет колоссальная. Короче, в этом видео я затрону 4 темы. Первое, это разные магазины. Второе, это сами цены на продукты. Третье, это качество продуктов. И четвертое, расскажу вам примерно во сколько обходится пропитание в месяц в Бельгии на одного человека. Еще хочу сказать, читайте описание к видео, потому что бывает я что-то забуду, тогда я там обычно это указываю. Хочу вам напомнить, что у меня есть инстаграм, подписывайтесь на инстаграм. Ладно, все, погнали! Игорь ТВ. Магазины. Эти магазины, я уверен, что вы встречали и в других странах Европы. Но такие, знаете, в Бельгии самые популярные, это Aldi, Lidl, Carrefour, Coloroid, Albert Heine, De Leize. Есть еще и другие, но я думаю, этого достаточно. Если составлять некий ранг, то Aldi и Lidl, они самые дешевые. Цены у них плюс-минус одинаковые. Однако в Lidl немного больше ассортимент, больше выбора. Средняя ценовая политика – это Carrefour, Coloroid. Coloroid выгоден, если вы покупаете действительно много. Albert Heine. Ну, Albert Heine не так давно зашли на бельгийский рынок. Это нидерландская сеть. И самый дорогой – это De Leize. Это бельгийская сеть магазинов. Кстати, они в 16-м году слились с Ahold. Ну, ладно, это не так важно, но De Leize самый дорогой. Возможно, у меня спросит Игорь, а где закупаешься ты? 90% – это Aldi. Я уже предвкушаю, как знатоки, в кавычках, пишут. Ой, Aldi – это для нищебродов, там качество плохое. Бред. Качество там ничем не хуже, чем в других магазинах. Если вы так считаете, чисто ваше мнение, высосанное из пальца. Иначе, ну, предоставьте какие-то доказательства. Это не магазин для нищебродов, потому что бельгийцы разного достатка. И в Aldi закупаются, и в Lidl. То есть, знаете, здесь нет такого, что все богатые ходят в магазин, средний класс в тот, а бедный в тот. Такого здесь нет. То есть, это не играет роли. Сколько я уже живу в Бельгии, это очень много лет. Всегда закупались в Aldi, никаких проблем не было, все хорошо и прекрасно. В Aldi я закупаюсь по следующим причинам. Первое – это местоположение, очень хорошее местоположение. Второе – это я знаю продукты и знаю, где они находятся. То есть, я захожу в магазин, я знаю, куда мне идти, чтобы взять тот или иной продукт и уйти. То есть, я не трачу много времени в магазине. И третье – это цена-качество меня очень устраивает. Разница между магазинами – это в основном цена, а также выбор товаров. Если в Aldi, допустим, только два кетчупа будут стоять, то там в других магазинах их будут пять или десять вариантов стоять. И все. Эти другие десять процентов я обычно заезжаю в Lidl. Просто иногда он мне бывает по пути. Ладно, сейчас я вас возьму с собой в Aldi. Вы готовы? Пристегните ремни. В путь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, начнем с хлеба. Хлеб – евро 20 в Aldi. Но я хлеб в Aldi не покупал, поэтому я не знаю. Есть разный сорт хлеба. В хлебнице хлеб стоит обычно 2 евро 20. А в Deleuze – 2 евро 0,5. Вот в Deleuze я хлеб покупал. Несквик – 4,29. Я не пью. Мед – евро 65 или евро 79. Или вот био – 2 евро. Сахар 69 центов. 1 килограмм. 60 центов – это обезжиренное молоко синего цвета. Полу обезжиренное – 65 центов. Литр молока зелененький. И красненький, но его нет – 69 центов. Это жирное молоко. Я обычно покупаю его. Кетчуп Heinz. Очень хороший кетчуп. Мне нравится. Я всегда его покупаю. Стоит 2 евро 25 центов. Есть более дешевый вариант. Пожалуйста, 69 центов. Майонез – 79 центов. Это на яйцах. Это на лимоне. Вот есть другие варианты майонеза. Другие бренды. Оливковое масло – 3 евро 75 центов. Подсолнечное масло – евро за 1 литр. 500 грамм спагетти – 35 центов. Есть вот другой сорт спагетти – 79 центов. Это 60 центов. Рис – 89 центов. Но мне этот рис не очень нравится. Это пшеничная мука – 39 центов. Килограмм. Уксус – 49 центов. Это соль – 40 центов. Помидоры – 3,39 за килограмм. 10 штук яиц. Евро 15. Килограмм моркови – 99 центов. Эта скидка сейчас 75 центов продают. Фрукты. Смотрите цены сами. Лук – 2 килограмма евро 69. Картошка – 5 килограмм – 3,69 евро. Если покупать напрямую у фермеров, то там за 10 килограмм – 6 евро. Но она не мытая. Ладно, это не продукты, но раз они здесь есть, то уже укажу. Head & Shoulders – 3 евро 69 центов. Но в Германии обычно вот такие вещи все немного дешевле. Зубная паста «Сигнал» – евро 69. Пиво, смотрите, цены. Я пиво не пью. Не любитель, поэтому… Ну, допустим, джупилер. Смотрите, 4 евро стоит. Вот более дешевый вариант. Ну, я не знаю, хорошее или нехорошее. Я говорю, я пиво не пью. О чем сказать, что в других магазинах обычно больше выбор алкогольной продукции. Ох, сладости, сладости. Ну, я стараюсь покупать как можно меньше сладкого. Однако, смотрите, цены сравнивайте. Мне нравятся кнопперсы. Их я покупаю. Вина. Опять же, я не буду останавливаться на алкогольной продукции. Думаю, это не базовая нужда. Я здесь почти всегда покупаю лазанью. Евро 15. 400 грамм. Но, скажу честно, 400 грамм мне немного маловато. Хочется немного побольше. Вот есть больший вариант. 1 килограмм. Но это слишком много на одного человека. Вяленая ветчина. Евро 79. За 100 грамм. Вот мне нравятся. Они вкусненькие. Потом просто ветчина. Евро 79. Тоже 4 штучки. Моцарелла. 45 центов. 125 грамм. А еще мне нравится этот паштет. Я не любитель сыров. Однако, я вот не помню, какое я покупаю. Покупал. То есть, сейчас я уже давно не покупаю. Вот старый вот этот мне нравится. Старый. Вот. За 2,49. Так. Мясо. Я вот покупаю обычно говядину. Шато-Брион. Получается... За 6 евро. Фарш. Говядина и свинина. 4 евро 500 грамм. Поросячьи котлеты. 2,79. За 375 грамм. Куриные ножки. Получается 3 евро за 700 грамм. Вот. Куриная грудка. 700 грамм. 6 евро 79 центов. Допустим, на базаре. Куриные крылышки стоят 2 евро 60 за килограмм. Масло. 1 евро 49. Вода в бутылках. 36 центов. Но я не покупаю. Воду в бутылках. Пью из-под крана. Ой, 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 чипсы. Моя слабость. Оригинальная ветровая кола. 1 евро 75. Ну, если я пью, то я пью обычно кола. Ривьера. 65 центов. Ничем не хуже. Так, итого вышло 23 евро 50 центов. Это нас приводит к следующей теме. Итак, как я уже говорил, качество продуктов хорошее. То есть, знаете, покупая продукты, вы можете не переживать, что вы траванетесь или еще что-то. За мою долгую жизнь в Бельгии ни у меня, ни у моих знакомых, родственников не было никаких проблем. Ни разу не травились, ничего такого. Это раз. Во-вторых, знаете, покупая продукты, можно не переживать за просрочку. Потому что вы вряд ли ее купите. Теоретически это возможно, потому что работники это люди, а люди делают ошибки. Но чаще всего, не чаще всего, а работа сотрудника в магазине, да, убирать просрочку с прилавка. И знаете, не стоит верить каждому, кто говорит, что ой, качество плохое, у овощей и фруктов нет вкуса. Ну, это бред. Помидор как помидор, огурец как огурец, банан как банан, колбаса как колбаса. Все нормально. И вкус есть, и вкусные продукты. Просто, знаете, в наших странах такая мысль внедряется, что типа, вот, там, в странах СНГ продукты классные, вкусные, а вот в Европе там все пластмассовое и так далее, тому подобное. Ну, бред полный. Полный бред. Знаете, найдутся люди, которые со мной будут не согласны, их право. Я вам стараюсь дать объективную оценку и повторюсь, что продукты как продукты, вкус есть, качество хорошее. Последний пункт. Сколько нужно денег на пропитание в месяц? Знаете, я бы сказал, что в среднем, в среднем, на одного человека нужно 150-200 евро. Ну, может быть, 250 максимум. На этом все. Если видео вам было полезно и понравилось, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, которые я постараюсь выпускать почаще, но не обещаю. Также не забывайте про мой инстаграм. Все. Ладно. До следующего раза. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!